Возвращаемся в центр Варшавы и прямая речь американского президента вашему вниманию. Примерно год назад я был здесь, в Королевском замке, здесь, в Варшаве, и вскоре после этого Владимир Путин атаковал Украину. Самую страшную войну в Европе после Второй мировой. Принципы, на которых основывалась жизнь в Европе, во всей планете мира процветания более 75 лет, были рассыпаны в прах. Год назад мир готовился к падению Киева. Но я сейчас только что приехал из Киева, и я могу подтвердить, Киев выстоял, Киев силен. Киев — это гордый город, который противостоит всем ударам, и это свободный город. Когда Россия напала, не только Украина была поддана испытания, но и весь мир. Европа, США, НАТО — все мы проходим испытания, все демократические страны. И вопросы, которые перед нами стоят, они одновременно и простые, и глубокие. Ответим ли мы на эти вызовы, или отвернемся мы? Будем ли мы сильны, или будем смысловы? Мы все союзники, будем ли мы... Выступим ли мы единым фронтом, или нет? Год спустя мы знаем ответ на этот вопрос. Мы ответили. Мы сильны. Мы едины. И мир не отвернулся от Украины. Перед нами также стоят основополагающие вопросы о нашей верности основополагающим принципам и ценностям. Готовы ли мы выстоять за суверенитет национальности, за свободу людей от агрессии и нападений? Готовы ли мы бороться за демократию? Сейчас, год спустя, мы также знаем ответ на этот вопрос. Да, мы встали на защиту демократии и суверенитета, и свободу людей от нападений и агрессии. Мы встали на защиту демократии. Вчера у меня была большая честь вместе с президентом Зеленским стоять в Киеве и объявить, что мы продолжим отстаивать эти ценности, независимо от цены. Во что бы то ни стало. Когда президент Путин отдал приказ своим танкам направиться в Украину, он думал, что мы подадимся. Он ошибался. Украинский народ слишком храбр. Америка, Европа, вся коалиция свободных государств, от Атлантического до Тихого океана, мы встали как один. И у нас слишком сильна демократия, чтобы не противостоять. И мы отбросили его нападения. Он думал, что таким образом он приведет к распаду НАТО, но таким образом он только привел Финляндию в НАТО. Он думал, что НАТО разбежится в слезах, но НАТО объединилась как никогда до сих пор. Он думал, что он будет пользоваться шантажом энергоресурсов, но мы вместе освобождаем Европу от зависимости от российского сырья. Он думал, что такие автократы, как он, это сильные люди, а современная демократия слаба. Но он встретился с железной волей Соединенных Штатов и других государств, где народ правитим политическим образом. Храбрость человека, имя которому президент Зеленский, не поддается нападениям Путина. Президент Зеленский совершает сейчас то, что еще год назад казалось невозможным. И демократический мир сильнее, а не слабее. А автократы становятся слабее. Потому что в момент неопределенности самое важное — это знать, за что ты стоишь, и с кем вместе ты стоишь в этой битве. И это самое важное. Вы, люди в Польше, вы знаете это. Вы знаете это лучше, чем кто-либо. Вы знаете, что такое солидарность. Разделение Польши, и нападение на Польшу, и разрушение польских городов, и подавление Польши на десятилетия за железным занавесом. Но Польша выстояла, и вы были вместе. Такова была смелость лидеров оппозиции. Точно то же самое происходит в Беларуси с этими оппозицией. Такова же и смелость молдовского народа, народа Молдовы. Это смелость народа Молдовы жить в свободе и независимости, и стремлении к вхождению в Европейский Союз. Президент Санду, я не уверен, что вы здесь, но я рад, что мы вместе стоим с народом Молдовы. Давайте поприветствуем аплодисментами президента Молдовы, госпожу Санду. Война продолжается уже год. Путин уже не сомневается в силе нашей коалиции. Но он все еще сомневается в наших ценностях и убеждениях. Он сомневается в нашей силе, в нашей продолжающейся поддержке Украины. Он все еще сомневается, что НАТО выстоит и будет единым. Но пусть он не сомневается, наша поддержка Украине будет стабильной. НАТО будет едино, и вместе мы не поддадимся на его провокации. Он стремится к захвату новых земель и власти. Но любовь украинского народа к своей стране победит. Демократические страны победят. Мы выстоим сегодня и навсегда. Именно такова цена. Цена того, что происходит, это свобода. И это то послание, с которым я приехал вчера в Киев. Я принес это послание народу Украины. И президент Украинский сказал, когда он приезжал в Соединенные Штаты в декабре, он сказал, что эта битва определит мир на многие поколения, на поколениях детей и внуков, и их потомков. Он говорил не только о детях и внуках Украины. Он говорил о всех детях и внуках всего мира, ваших и моих. Сегодня мы видим то, что народ Польши и народ других стран Европы десятилетиями наблюдал. Автократы, тираны, они... Их нельзя им податчиками или каким-то образом успокоить. Их... для них есть один ответ. Слово «нет». Нет, вы не заберете мою страну. Нет, вы не отберете мою свободу. Вы не отберете у меня будущее. И сегодня я повторю то, что я сказал год назад на этом же месте. Диктатор, строящий свою империю, он никогда не победит, потому что сила никогда не победит в стремлении к свободе. Украина никогда не будет российской победой. Никогда. Потому что свободный народ не согласен жить в мире тьмы. Год, который был над за плечами, он был совершенно необычным. Брутальность, изверство российских войск, военные преступления, преступления против человечности, без стыда и сожаления, смерть гражданских и разрушение инфраструктуры, изнасилование как средство войны, похищение украинских детей, как попытка украсть украинское будущее, атаки на атомные станции, на школы и приюты. Никто не может отвернуться и делать вид, что этих преступлений не было против украинского народа. Эти преступления продолжаются. Но также потрясающим был ответ украинского народа и мира. Год назад бомбы начали падать на Украину, и российские танки вошли в Украину. Но Украина все еще свободна и независима. От Хирсона до Харькова украинские войска сопротивляются, и российские войска потеряли половину той территории, которую имели в прошлом году. И на этой территории снова развивается украинский флаг. Президент Зеленский все еще возглавляет демократическое выборное правительство, которое представляет волю украинского народа. Мир уже множество раз принял решение, в том числе на Геннадземлее ООН, осудить агрессию российского государства и поддержать справедливый мир. В октябре 143 государства, входящих в ООН, осудили нелегальную аннексию со стороны Российской Федерации. Только 4 государства против, поголосовало вместе с Россией против. Поэтому сейчас я еще раз обращаюсь к народу России. Соединенные Штаты и европейские государства не пытаются разрушить или контролировать Россию. Запад не планировал напасть на Россию, хотя Путин оказался, что такой был план. Миллионы российских граждан только хотят жить в мире со своими соседями, и это не враг. Это трагедия. Президент Путин избрал эту войну, и каждый день продолжения войны — это его выбор. Он мог бы закончить войну одним своим словом. Все так просто. Если бы Россия вышла из Украины, война бы закончилась. Но если Украина перестанет защищаться, то это будет конец Украины. Поэтому мы вместе обеспечиваем защиту Украины. Соединенные Штаты Америки вместе с коалицией 50 государств всего мира поставляют необходимое снаряжение для украинских солдат. ПВО, танки, артиллерийские снаряды, Европейский Союз и его государственные члены также встали на защиту Украины и поддерживают ее беспрецедентным образом. Не только системой защиты, но также гуманитарной и экономической помощью. Всем вам здесь, собравшимся сегодня, давайте на минутку я серьезно говорю вам, обернитесь вокруг, посмотрите вокруг себя. Сейчас в Польше находится более полутора миллионов беженцев этой войны. Гостеприимство и щедрость Польши и вашего народа и готовность открыть свое сердце потрясают. Американский народ также един в своей решительности. По всей моей стране, в больших городах и в маленьких деревнях украинские флаги висят на американских домах. За последний год демократы и републиканцы в Конгрессе Соединенных Штатов вместе принимают решение оставить свободу. Вот таковы американцы, и так американцы действуют. И мир также вместе, в едином порыве, противостоит этой агрессии. Путин пытается разрушить порядок в мире, пытается блокировать корабли, везущие зерно Украины, чтобы помогать развивающимся странам в их кризисе, в ситуации голода, особенно в Африке. Вместо этого Соединенные Штаты и партнеры по группе Семи, Большой Семерки, приняли решение противостоять этому кризису при помощи продовольственных поставок. Моя жена Джилл Байден в эти дни находится в Африке, чтобы привлечь внимание к усилиям этой коалиции. Мы верны своей дружбе с украинским народом, и мы поддерживаем его в стремлении быть свободным, независимым, суверенным государством. Украинский народ объявил свою независимость более 20 лет назад у народа, который прошел через Оранжевую революцию и Майдан, и сто человек, которые погибли на Майдане. Они сопротивляются тем, кто пытается их подавить. Это украинские патриоты. Они годами сопротивляются агрессии и нападениям России на Донбассе. Они герои. Они отдали свою жизнь. Они отдают свою жизнь за свою возлюбленную Украину. И меня была честь посетить военный мемориал в Киеве, отдать честь и восстать должное тем, кто отдал свою жизнь, принес ее в жертву за свою отчизну. Вместе с президентом Зеленским. Соединенные Штаты и наши партнеры будут восстанавливать и создавать госпитали для солдат, восстанавливать инфраструктуру, поврежденную российскими налетами. Мы вместе стоим с миллионами беженцев, которые выехали из Украины, нашли свое приближение в Европе и в Соединенных Штатах, но особенно здесь, в Польше. Люди по всему миру, особенно в Европе, помогают, чем могут. Гражданское общество в Польше и все возможные силы, в том числе первая дама, первая леди Польши, координируют свои усилия для помощи украинским беженцам. Спасибо вам огромное. Никогда не забуду мою встречу с украинскими беженцами, которые только прибыли в Варшаву год назад. Я смотрел на их лица, они были уставшие, на их лицах был страх, они не знали, увидят ли они своих братьев, мужей, сыновей. И в этот момент в их жизни вы, народ Польши, дали им безопасность, вы приняли их, вы буквально обняли их. Я видел, что происходит на лицах этих беженцев. Мы вместе обеспечим то, что русские заплатят цену за свое нападение. Санкции, которые были наложены, они беспрецедентны. Мы на этой неделе объявим об очередных санкциях. Мы приведем к ответственности все тех, кто совершали преступления, военные преступления, преступления против человечества, которые продолжаются, в этот момент совершаются русскими войсками. Мы можем очень многим гордиться всем тем, чего мы достигли вместе, но также мы должны быть честны. Мы должны посмотреть в будущее, на год перед нами. Защита свободы это не дело одного дня или одного месяца. защита свободы важна всегда. Украина продолжает защищать себя, защищать от российского нападения. И эта битва будет тяжела, и будут очень горькие дни перед нами. Будут трагедии и жертвы. Но украинцы готовы к этой битве. И Соединенные Штаты и их партнеры будут поддерживать Украину в ее самозащите. В следующем году 24-й саммит НАТО пройдет в Соединенных Штатах Америки. И вместе мы будем отмечать 75-ю годовщину возникновения самого сильного союза в мире НАТО. И пусть никто не сомневается, мы верны своим обязательствам перед нашими партнерами НАТО. НАТО сильно. Каждый член НАТО знает, и Россия также знает, что нападение против одного членов НАТО это нападение на всех. Это священная клятва. Священная клятва защищать каждый дюйм территории НАТО. За последний год Соединенные Штаты вместе с своими партнерами и союзниками создали потрясающую коалицию, чтобы предоставить российской агрессии. работа, которая тут перед нами предстоит еще. Это сотрудничество против кого-то, это сотрудничество ради чего-то, ради того, какой мир мы хотим построить. Мы должны усилить эту коалицию, чтобы в результате ее работы улучшалась жизнь людей везде, чтобы мир и процветание демократии, уважение к достоинству по всему миру. Вот в чем заключается ответственность этой коалиции. Как сегодня, собравшись вместе для размышлений и принятия решения, мы должны понимать, что решения, которые мы примем в ближайшие пять лет, будут иметь влияние, оказывать влияние на все последующие десятилетия. Это справедливо как в отношении к Соединенным Штатам Америки, так и всем остальным народам в мире. Цена и ставки, которые сейчас перед нами, это ставка на долгую перспективу. Мы выбираем между надеждой и страхом, между демократией, которая возвышает людей, и диктаторством, которая подавляет людей. Мы выбираем между возможностями ограничениями возможностей, которые перед нами встают, когда люди живут не в рабстве, а в свободе. В свободе свобода. Нет более желанного и сладкого слова. Нет большей ценности и высшего стремления, чем свобода. Американцы знают это, и вы знаете это. И все, что мы делаем сейчас, все, что мы совершаем, совершается для того, чтобы дети и внуки наши также знали слово свобода. Свобода. Стойте с нами, и мы будем стоять вместе с вами. Мы с убежденностью, верой в будущее будем вступать в это будущее, с верностью наших, нашим союзникам, к стремлению к свету, к освобождению, а не к подавлению, не к рабству, но к свободе. Да благословит вас всех Бог, да защитит Бог нашу правду, да благословит Бог героев Украины и всех тех, кто защищает свободу по всему миру. Спасибо, Польша, спасибо, спасибо за то, что вы делаете. Да благословит вас всех Бог. Субтитры ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА